Количество обращений в скорую помощь в регионе резко возросло. Медики среагировали оперативно и немедленно увеличили число выездных бригад. Сейчас в Самаре работают 55 экипажей. Это на 10 больше, чем было раньше. Люди работают в поликлиниках. Кто-то уходил в свое время, будучи нашим сотрудником. Студенты приходят в медицинский университет, трудоустраиваются ребята. Кто-то ушел из медицины, но имеет фельдшерские сертификаты, решил принять участие в этой ковидной борьбе, тоже возвращается, подходит. Кто-то из опытных. Талгат Юлдашбаев трудится на станции скорой помощи больше двух с половиной лет. Он уже имеет опыт работы с коронавирусными пациентами. Талгат любит свою профессию и говорит, что возросшее число вызовов его не пугает. Медик признается, работа на скорой требует индивидуального подхода к каждому пациенту. В период пандемии нередко приходится применять и навыки психолога. Психическое состояние у всех разное. Кто-то, наоборот, воспринимает это в более легкой форме. Кто-то, наоборот, считает, что данное заболевание неизлечимо. Поэтому и психически получается помогать, и физически, как говорится. Коллега Талгата Игорь Поляков работает в инфекционной реанимации. Здесь на первый план выходит оперативность врачей, ведь пациент с коронавирусом и другими сопутствующими заболеваниями может почувствовать себя хуже в любой момент. Состояние может ухудшиться. Есть, например, большой процент поражения, например. Если быстро развиваются и сопутствующие тяжелые заболевания, сахарный диабет, например, сердечно-сосудистые системы заболевания, то вот такие вот пациенты, они, собственно, ни для кого не секрет, что они как бы особенно подвержены, то есть они быстро ухудшения у них развиваются. Трудности самарских медиков не пугают. Они уверены, ситуацию с пандемией вскоре удастся переломить. У меня коллектив очень такой, ну, я бы сказала, порядочный коллектив. Они с сознанием взяла подходить ко всему. Я говорю, это не для красного словца, они действительно именно такие, поскольку они практически, ну, я бы сказала, таким вот громким словом, не люблю громких слов, но герои. В ближайшее время медики Самарской станции скорой помощи планируют принять на работу еще несколько десятков специалистов. Количество выездных бригад планируют увеличить до 65. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.